Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся... Короче, на пути к монорейсу. Вот это всё, что я могу сказать. На протяжении предыдущей серии мы испытали страшные боли от большого количества врагов, потому что игра плавно переместилась с хоррора в мясо. Но, тем не менее, временами... Добрый день. Временами она всё также достаточно серьёзно пугает. Где ты? Как бы там ни было, мы вызвали подмогу, к нам летит флот. И теперь мы можем спокойно уже направляться по своим делам, а в данном случае мы преследуем Сувон. Да лезьте, мать твою, за ногу. Не могу. То есть мы идём за главным смотрителем, который приехал с инспекцией. По-хорошему, конечно. Так, у нас здесь загрязнение токсинами. И нужно сказать, что нужно выполнить процедуру очищения. Это круто, потому что... Вот это вот просто капец, по-моему. Ну ладно, давайте думать, что да как. Былась. Привычно. Это было ожидаемо. Это было тоже вполне себе ничего так. Нормально. Фу, короче говоря, игра больше не пугает, по крайней мере, на данном этапе. Она является именно тем, чего все ждали. В принципе, на момент выхода от Думы Третьего она является суровым, таким, до зубовного скрежета, там, с брызгом адреналина и там, мускулино-шутером. То есть, минимум мыслей, максимум экшона. И это, в принципе, на мой взгляд... Ой, как-то всё задетонировало. Это, на мой взгляд, крайне круто. Для такой игры. С другой стороны, конечно, я начинаю скучать по хоррору, потому что уже серии 3, в принципе, пугает настолько, если там, я случайно сам не замечу монстра, и он окажется у меня за спиной. Да ладно, это не так страшно. Потому что игра по-прежнему очень и очень и очень и очень крута. Так, ну хорошо. Мне вообще эти места, честно говоря, очень нравятся, потому что они, ну, топлив, откуда-то взялся. На полсекунды отвлёкся, отвёл взгляд от монитора и хапнул просто в голову, заряд, я не знаю, бодростью на целый день. Так, бабайка. Всё, короче, в предыдущем стандарте. Так, ну что, мы включаем систему... Да-то подлечимся, чё бы нет. Давно уже не попадалось ящиков. И вообще эти теми... Ой. Я извиняюсь, мне показалось, что игра умерла. Это, похоже, был какой-то баг, что ли, я не знаю. Или что это. Не важно. Так, что дальше? Я даже отвлёкся, честно говоря, не увидел, что мы взяли. Но мы взяли новый PDA Роба Финча. Адиозаписи у него нет. Тут у него есть почта. Он, похоже, выиграл в викторине. Финчик, не забудь, в эту среду у нас викторина. Давай, приятель, перешерсти Шекспира. Если мы опять продуем этим придуркам из администрации, нас просто порошок сотрут. Бренд. Стивен Финч, домой. Привет, брактишка. Мама сказала, что ты собираешься домой где-то через неделю. Наверняка ты уже дни считаешь, да? Я тут был очень занят. Малышке Ани теперь уже почти девять. Можешь в это поверить? Мы с Дианой думаем завести ещё одного ребёнка. Будем переходить на двойную орбиту. Но, в любом случае, не буду тебя отвлекать. До скорой встречи, хлыщ. Круто. Ничего нам это не дало. Давайте почитаем ещё один. Ник Садовский. Поляк, наверное. Так, коррозия. О, какой. Он русский, похоже. Акцент. Атмосфера влияет на покрытие, и всё, короче, гниёт. Но то, что происходит в обмозе внутри, они объяснить не могут. Короче, понятно, какая-то непонятная субстанция вызывает коррозию по всем поверхностям внутри, что совершенно неожиданно, потому что они, ну, думали, у них всё там достаточно герметично. Генри варила неисправность насоса. Николас. Николас. Я перевёл управление главным насосом на терминал, расположенный на ремонтной платформе техобслуживания над этой зоной. Если главный насос треснет или перестанет функционировать как следует, его можно будет отключить только оттуда. Входить в камеру самого насоса слишком опасно. Если у тебя есть ещё какие-либо вопросы, свяжись со мной. Понятно. Скотт Джонсон пишет. Ник, боюсь, что в дошедших до меня слухах немалая доля правды. Вчера человек из моей команды выбирал токсичные отходы в Дельте. Так вот, он увидел какое-то существо там внизу. Он не понял, что это было, но оно ужасно напугало его и заставило нас крепко задуматься. Тут никакие меры предосторожности не будут лишними. Я запер немного боеприпасов и оружия в шкафу у двери монорельсового шлюза. Есть на площадке 2. Если тебе это барахло вдруг понадобится, код 483. Скотт! Крупный рогатый, видимо. Хорошо. Сейчас мы подойдём к монорельсу и попробуем что-нибудь дооткрыть. Отлично. Сохранимся. Немножко вернулся сюжет. Это достаточно позитивно, потому что в последний час, наверное, полтора, всё, чем мы занимались, это отстрелом огромных толп бешеных монстров. И почитать записки, которые придают этому... Да, блин, сколько у вас тут? Тут немного смысла. Конечно, приятно. Так, у нас патрончик кончается. Зато у нас есть... Вот эта пушка. Она, конечно, скручивается полгода. Так, а вот и монорельс, я так понимаю. Подожди. Оказалось. Оказалось. Показалось. Так, что мы делаем? Ой, какие неприятные звуки-то. Но я, честно говоря, тут ничего не вижу, поэтому мы сейчас, скорее всего, будем как-то есть сюда, что ли. А внизу что-то так приятно будет, что... А, это ты. Как не вовремя, да? Больше спокойно. Мне пока что единственный вот монстр, который мне нравится, эти вот летающие комки, я не знаю чего. Потому что они, ну, тупо некрасивые, неинтересные. Так, хорошо. То есть, зачем? Зачем я это делаю? То есть, я могу сейчас сюда пройти, но отсюда же я поднялся, поэтому смысл в этом. Давайте лучше сюда сходим. Может, мы тут еще что-то не заметили. Допустим, спуск вон туда как-нибудь... А, тут же нажать надо. Так, тревог. Разрыв фильтра. Выброс ядов в атмосферу. Разрыв в основной выполнете варийное. И теперь, стало быть, я могу спокойно спуститься вниз, да? Давайте попробуем сохраниться и это проделать. Хотя, возможно, мне нужно будет как-то по этой штуке продефилировать туда. Ну, вроде все окей. Хотя, зачем я это сделал? Я же думал, это дверь. А, так, ладно. Ну, в принципе, тихо. Минус. А вот тут мы были в прошлой серии, понятно. И сейчас мы придем куда-то, где у нас... Откуда они еще тут берутся? Я же просто геннадцать устрелил. Я убивал все, что шевелится вообще. Что они шевелятся? Шевелил и ты уже убивал. Путь, твою мать. Так, ну хорошо. По крайней мере, сейчас, я думаю, у нас тут... Да, жижа вся высохла. И можно будет пройти куда-то дальше. Выходили вот сюда. И теперь мы пойдем вот сюда. Ох, так. Вроде спокойно все. Тихо, мирно, благодушно. Да. Много бочек. Ну, вполне себе. Ничего так. Еще патроны. Отлично. А ты-то откуда взялся, ну? Ай. Трое. Да это ненормально уже. Четверо. Пятеро. Да вы издеваетесь, что ли. Офигеть. Че так мало-то? Пятеро. Фух, ладно. Давайте возьмем свой пистолет-пулемет. Все-таки самая лучшая пушка, по-моему, в игре. Нажать патронов в последнее время мало дает. Сядем поудобнее. Игра вообще вот как-то на данном этапе дарит такое ощущение. Вот именно шутеры 90. То есть, мозгов 0. Квадратная челюсть. Но все круто. Процесс настолько увлекаешь, что как-то не обращаешь на это все внимание. Будет все спокойно, да? Вот это та самая коррозия. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тупое животное. О, еще идет. О, какой-то страшный. Офигеть. Ладно. Я думаю, вообще, для таких крутых монстров, а это, по-моему, одни из самых крутых монстров в Думе Третьем, они могли бы как-то сделать более крутую роль. Потому что умирать с одного рожка такой тварь, это, по-моему, просто постыдно. Крутые монстры. И поначалу даже пугают. Так, это что-то совсем уже плохо. И тут у нас, похоже, паутина кругом. Я, как вы знаете, обожаю пауков. Ну да. Че? У них патроны даже трассить. Ну ладно, пойдем. Офигеть. Слышите это? Офигеть. 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 Слышите это шел. Сзади кого? Ну да. Это я удачно зашел. Я уже чувствую. Да, какая же ты пакость, а? Ненавижу. Офигеть. гаденькие такие мохнатенькие ножки да блин мне сейчас все патроны идут на эту мелочь что такое говорил что стало много и чё на мало хоррора прям стало по-настоящему жутко здесь что-то мне находиться не очень хочется кого-то волокли и теперь он там у нас бабайка ждет пока он тупит давайте перезарядимся кинем ему гранату вот смотри не сцепило ну ладно волокли 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 туда бери плазму ох ты елки-палки а это ты я уж подумал там что-то вообще плохое так давайте возьму чего-нибудь потяжелее это все я так и знал так ну что я так понимаю в эту хрень лучше не наступать на нас сейчас попрут наверно наверняка хорошо в принципе оказалось намного проще чем я думал вообще игра как на нормальном уровне сложности вообще ненормально легкая я уж подумал о том чтобы переключить его на более сложное но я все жду что сейчас начнут наваливаться просто упал поэтому не делают тихо он где-то он там за стеной это было резко но все счетам ох что-то меня уже начинает задалбывать это техническое помещение потому что она не сильно интересна визуальном плане ну зато смотрите че нам дали я конечно не уверен что это крутая вещь в закрытых помещениях для максимальная длина там коридор это 15 метров ну ладно оглохнем порвем все перепонки это все враги будут намотаны тонким слоем на стены очередной шлюз давайте спробуем что ли нашу сучку и будем возможно сегодня заканчивать потому что уровня адреналина я на сегодня ой уже хапнул тихо от него легко уходить кстати хотя они сам наводящиеся но тупенький до ужаса так не нужно подышать потому что у меня кончается кислород место просто ужасно на самом деле и куда это не пришли ой да идите в болото я не хочу этого так отлично открывайся пожалуйста я сейчас просто но давай быстрее давай 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 очень не сдохнулся вот так хотя в принципе времени полно почему бы нам не продолжить чем 10 побегом нечет показалось что мы сегодня уже довольно долго сидим на самом деле отнюдь так что продолжаем и что в итоге это монорельс я так понимаю или это не монорельс давайте посмотрим что у нас тут в будке охранника здоровье что уже хорошо реактивируйте основную насосную систему сейчас только почитаем свежие байки если бы мне конечно колесико мыши не мудрило тогда бы это все листать было заметно интереснее так неисправность насоса пишет генри варелла джев главный блок переработки отходов в секторе 1 работает под давлением значительно превышающим расчетным я очень беспокоюсь за стабильность системы одна единственная трещина или каверна в любой линии абрикутная гибель весь механизм эта система никогда не предназначалась для переработки такого огромного количества отходов но все равно нам поставляют эту модель видишь какие грек браденбург хранение токсичных отходов мистер мойн очень важно чтобы вы хранили бочки с токсичными отходами в строго отведенных им местах в них содержатся летучие вещества что может быть крайне опасно в местах где работает много людей особенно в узких проходах и коридорах если какая-то из бочек взорвется это приведет к серьезным последствиям люди могут пострадать пожалуйста немедленно займитесь решением этих проблем понятно мы заметили да бочки у нас работают вполне себе ничего так ну давай ой чё говорит прогресс у тебя не спеши нас так найти я везде гриб все здесь мое благодарим тебя за то что предупредили флот ты такой дурак мы горит их ждем чтобы они упали в самый страшный кошмар присоединились к моему кораблю а с помощью кораблей я приведу это на землю ты умрешь говорит прежде чем у тебя появится шанс предупредить круто мы свершили серьезно ошибку видимо это и было то что мне говорили хороший выбор он навсегда самый очевидный куда он шел то офигеть короче несмотря на то что я пытался предупредить флот таким образом спасти всех в итоге похоже мы налажали причем очень серьезно ну да ладно хорошо еще кому чё тихо подожди я так понимаю этот доктор он управляет что ли всем этим пустот дураком я я это я я что На тягах ничего не осталось Кроме медленной смерти Я твоя легкий заполнен с этими газами Автоинформатор нам сообщил Что система водо-воздухоснабжения Пришла в негодность И постепенно Атмосфера загрязняется Да блин Токсичными отходами Даже не атмосфера Но вы поняли На этом фоне Вот эти бесконечные едущие импы Уже не так раздражают Потому что Ой Потому что на этом фоне Они уже не являются такой же большой проблемой Ну хорошо Устро Тихо Мы своими руками Недавно значит Устроили Земле Армагеддон Это не круто Ввиду серьезного загрязнения Все взрывные двери Закрыты Включить систему очистки воздуха Чтобы добраться Понятно Из-за опасности Экстерной Кондаминации Закрыты Так Хорошо Давайте мы Побыстренько Тогда Вспомним Какой у нас там Пароль У тебя по-моему было Нет У Садовского 4,8,3 Сейчас нам это пригодится 4,8,3 Бронежилет Патрончики Хорошо Так, ну что Давайте мы на этом прекратим А там уже будем Собственно Попадем я думаю вот сюда В следующей серии Потом сюда И таким образом Будем искать Систему очистки И собственно С этого и начнем Надеюсь вам понравилось По-моему Это неплохой Такой интересный сюжетный поворот И мы как обычно Это у нас принято Достаточно серьезно налажали Но это даже круто Плохую концовку Тоже интересно посмотреть В принципе на этом все Увидимся С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok